С вами в гостях Школы Здорового Голоса Екатерина Осипенко, и сегодня мы поговорим о аспектах обучения детей, прежде всего пению, конечно же, но и вообще всему тому, чему в настоящий момент обучает. И в гостях у меня никто иной, как Мария Михайловна. Мария Михайловна Безруких, директор Института возрастной физиологии, академик, доктор биологических наук и прочее, прочее, прочее. Я рада вас приветствовать, Мария Михайловна. Доброе утро. Скажите мне, пожалуйста, во-первых, вы возглавляете такой интересный институт с не менее интересным названием. Скажите, пожалуйста, чем этот институт занимается? Институт возрастной физиологии – это единственный в мире институт, который занимается изучением роста, развития здорового ребёнка. Обычного ребёнка, скажу так, потому что здорового сегодня днём с огнём не сыскать. Ну вот я слышала у академика Баранова, что около 12% здоровых детей вообще, в принципе, в популяции современной. Но и то, возможно, это недообследованы. И такая мысль есть. Но будем надеяться, что всё-таки есть и здоровые дети. Но не просто ведь так институт этот был создан. Да, институт был создан в 43-м году по представлению наркома здравоохранения Симашко тогда. И он был первым директором нашего института. Можете себе представить, 43-й год. А думали о том, как учить, как развивать, что делать для того, чтобы дети были здоровыми. Но, к сожалению, а мы ведём исследование состояния здоровья, роста и развития детей, вот начиная, собственно, с 45-го года, ну никогда в нашей популяции больше 30% здоровых детей не было. И то, что говорят сейчас 12%, иногда кричат караул 2%, это маленькие выборки. А популяционные исследования показывают, что их примерно 22-25%. Хотя детей второй группы, а это функциональные нарушения, да, гораздо больше. И, в общем, больными можно считать процентов 30-40. Но это очень много для популяции. Это вне зависимости от десятилетия? Такая же картина была и после войны? Практически. Нет, после войны была очень сложная ситуация и более сложная. Но начиная с середины 50-х годов, вот примерно сохраняется эта ситуация. И очень много причин. Во-первых, очень низкий уровень культуры здоровья в обществе и в семье. Мы знаем, это у нас есть большая программа, разговор о правильном питании. И мы представляем себе, что такое структура питания детей в разных регионах России. Во-вторых, нет элементарных гигиенических условий во многих образовательных организациях, в семьях и так далее. В-третьих, довольно большой процент детей рождается при патологической беременности и родов. Ведь это цифра официальная, о которой перестали говорить в последние годы. Но это примерно 70%. А любой ребенок, родившийся в результате патологической беременности и родов, как минимум, имеет сниженный адаптивный ресурс. И это очень сказывается на обучении, на развитии и так далее. Сегодня количество этих детей может возрасти, потому что выстроены перинатальные центры. Мы теперь выращиваем детей от 500 грамм, мы их выращиваем, выхаживаем, отдаем, когда у них 2,5 килограмма, родителям. А дальше системы ранней помощи нет. И проблем станет еще больше. В каких-то аспектах мы, бывает, иной раз и впереди планеты всей, но когда касается, может быть, таких рутин, они не совсем рутинные, но очень долгоиграющие, долговременные проекты, как помощь первичная, реабилитационная. То есть все, что нужно делать системно. Вообще, наверное, в характере русского человека совершить подвиг, а дальше удалиться. Ну, вот мы выстроили перинатальные центры, мы научились этих детей выхаживать. Теперь нужно научиться с ними работать. Научить. И научиться, и научить. Потому что, да, есть за рубежом уже лонгитюдные исследования, 12-летние детей, которых выходили. Из перинатальных центров. У меня прием много-много лет детей, у которых есть комплекс школьных проблем. Как называется ваша специальность? Я нейрофизиолог. Нейрофизиолог. Да, да. Я вообще, как бы если говорить об узкой специализации, я изучаю развитие мозга и познавательной деятельности детей в процессе роста и развития. И, к сожалению, если есть отклонения и нарушения, то это вызывает большой комплекс проблем при обучении. Это серьезно. А сегодня появился новый фактор риска. Это как раз то, о чем мы с вами планировали сегодня говорить. Сверхраннее обучение. Это то, что оказывает негативное влияние на развитие мозга и познавательной деятельности, если мы ведем эту работу неадекватно. Вот представим себе среднестатистическую семью, которая родила ребенка, и которая хочет, чтобы ее ребенок был успешным. Сейчас принято говорить об успехе сразу, даже уже в школе. Нет, нет, что вы, раньше. И раньше. Полтора года. Если ты успешен, то для того, чтобы быть успешным, не счастливым, не здоровым, не для того, чтобы у тебя было счастливое какое-то веселое детство, а именно успешным. То есть уже какие-то позиции, которые во взрослом состоянии сейчас внушаются людям, сразу переносятся на ребенка. И родители этого ребенка, для того, чтобы ребенок был успешен, это естественное желание, желать хорошего, они, естественно, отправляют в своих чат куда-то обучаться. Это многочисленные кружки. Очень… Если бы только кружки. А что еще? Ну, вы знаете, есть курсы, есть школы, есть занятия, которые нацелены на освоение, профессиональное освоение профессии. Потому что четырехлетний ребенок, который занимается больными танцами почти профессионально или занимается спортом почти профессионально. А это пять-шесть раз в неделю. Бывают тренировки утром и вечером. Вот недавно у нас на консультации был ребенок, он занимается хоккеем, ему четыре с половиной года. У них лед в семь утра и в девять вечера. Так. Ребенку это не нравится. Не нравится активно. Так. Ребенок не хочет. У ребенка тики. Ребенок плохо спит, плохо ест. Но маму волнует только то, что у него конфликт с тренером. То есть родители привели ребенка по какой причине? Что сделаете так, чтобы нормализовать этот конфликт? Я правильно понимаю? Да, да, выяснить причину конфликта с тренером. Он активно отказывается идти на тренировку. А то, что у ребенка элементарно нет сил, и у ребенка весь комплекс неврозоподобных расстройств, мама этого не видит. И удивительная вещь, когда я ее спрашиваю, а вы видите, у него тики, она так вот сплеснула руками и говорит, ну и что тики, и у меня тики. Ну вот то, что вы мне рассказываете, я, в общем, достаточно часто наблюдаю и сама, как ларинголог, финиатор, на примере истории наших пациентов. Так что, к сожалению, еще удивительного нет. Другой, наверное, удивляет, почему мамы стали столь… Жестокими. Ну, да, они как бы жестокие, получается, опосредованно, но недальновидные, вот, наверное, не такие внимательные к своим детям. Почему так? Вы знаете, они по-своему внимательные. Они порой не видят то, чего они не хотят видеть. Они, если добиваются успехов, то любой ценой. Вот если нужны достижения, там, в танцах, в спорте. И сегодня есть разные варианты того, к чему родители стремятся. Я вчера видела видеозапись соревнований, очень популярной сегодня, ментальной арифметикой. Это такой быстрый счет на восточных счетах. И я увидела чемпионат мира детей до 8, по-моему, лет. Это огромный зал, тысячи детей. По сигналу они начинают работать, они должны решить почти 200 примеров за 8 минут. Боже мой. Это роботы. Вот, а они делают вот эти движения, потому что там есть определенный алгоритм. У них нет счетов, перед ними нет. Но они мысленно и руками двигают. Смотреть на это страшно. То есть моторика и чёткая совершенно взаимосвязь. Ну, зрительная какая-то репрезентация есть, всё. Но смотреть на это страшно, потому что темп, в котором они это делают, видно, насколько они напряжены, они в жутком стрессе. Но, похоже, мир сошёл с ума. Это ведь дети со всего мира. И наши тоже. Ну, помимо таких эксквизитных, наверное, видов, есть самые элементарные. Вот, честно говоря, я не замечала, чтобы сейчас отдавали куда-то в какие-то… Ну, конечно же, кто-то занимается и математикой серьёзной в нашей стране. Хоть кто-то должен заниматься. Вы даже себе не представляете. Это не математика. В том-то и фокус. Я говорю именно об арифметике и математике, а не вот о таких вещах, которые всё-таки не являются фундаментальной наукой. Это какая-то побочная какая-то ветвь, которая действительно… Ну, очень, на самом деле, сегодня популярна. …роботизирует. Да. Ну, потому что это очень просто, когда ты взял и как фокусник вот такую вещь из кармана вытащил, а мой ребёнок умеет… А другой вопрос, к чему это приложить? А не к чему. Вот о чём речь. Не к чему больше того есть, я не случайно сказала, стресс, потому что любая система неадекватных требований к ребёнку, и неважно, чем он занимается, поёт, танцует, занимается ментальной арифметикой. Есть исследование, это вот исследование последних двух лет, которое показывает, что ситуация хронического стресса ведёт к изменению нейрохимии в мозге, и нарушение морфологической структуры и познавательных процессов. То есть фактически родители хотят как лучшее, а вредят развитию своего ребёнка. Не просто развитию, но и становлению ребёнка. Естественно. Потому что это безнормально. И росту его структуры, росту его организма. Да, конечно. Причём это касается любого, если мы, допустим, пример хоккея или фигурного катания, которое я безумно люблю, или художественной гимнастики, мы прекрасно понимаем, что вот этот спорт высоких достижений, он, естественно, травматичен, потому что это огромные нагрузки. И в том числе он травматичен, безусловно, психологически. То, о чём вы сейчас сказали, ранние подъёмы, то, что не даёт ребёнку восстановиться в конечном итоге. Наша тема, моя тема, близкая мне, это пение, это занятия всеми видами искусств, основанные на речевом голосе и на певческом голосе. Здесь же тоже достаточно серьёзные процессы за последнее время протекли. Ведь так много различных кружков. Если раньше дети пели в хоре, в музыкальной школе, это единственный фактически был доступный вариант, очень редко мы могли встретить, когда занимаются индивидуальным вокалом дети. Ну, потом они поступали в учебные учреждения, и там уже дальше начинали учиться, но будучи уже 16-17, в основном 18 летними людьми. Но вот в настоящий момент большое количество школ, кружков, академий, студий с огромным количеством названий, всевозможных учреждений. Плюс театральные какие-то студии, спектакли. С одной стороны, ведь это прекрасно у детей. Да, это очень хорошо и очень важно. Наверное, и культура ребёнка также должна расти. Но не всегда это идёт рукообраку со здоровьем ребёнка. Я не случайно отметила системы неадекватных требований. Ведь речь не идёт о том, что не нужно петь, не нужно заниматься хореографией, не нужно заниматься спортом. Всё зависит от того, как это делается. Да, но понятно, что лёд в 7 утра и в 9 вечера – это вариант, который необходимо исключить, просто даже не задумываясь. Мы серьёзно, и начиная вот с конца 40-х годов, фактически, 50-й, 51-й учебный год – это начало серьёзных и системных исследований режима и нагрузки детей. И мы очень хорошо знаем, за счёт чего, какой ценой. Вот ребёнок, у которого, да, драм-кружок, кружок по фото, а ещё и петь охота. Вот за счёт чего. Во-первых, у современных, уже старших дошкольников и младших школьников нет вот этого положенного времени пребывания на воздухе. То, что требуется всеми нормативами для здорового роста ребёнка. Я вчера смотрела исследование ВОЗ по 11-15-летним подросткам. Считается, что хотя бы час на воздухе они должны быть, хотя по отечественным нормативам не меньше двух часов, но час. Час выдерживает 21% подростков в России. И предполагается, что это тот час, когда дети идут до школы и обратно. Да. Если они не едут. Есть забавные ситуации. Мы с одним папой несколько недель тому назад считали время, которое ребёнок проходит на воздухе. Пять минут от машины до школы, пять минут от машины до бассейна, из бассейна до машины. В общем, полчаса в день мы насчитали. А это ученик первого класса. Он вообще-то должен быть 2,5-3 часа на воздухе. И у него должны быть активные движения. У него этого времени нет совсем. Второй фактор риска в режиме – это дефицит сна. Старшеклассники недосыпают полтора-два часа, а малыши час-полтора. А считается, и есть исследование, что недосып даже в 15 минут снижает работоспособность очень резко. А что-то… Это не просто работоспособность. Это выливается в конечном итоге в его эмоциональный, психологический комфорт в школе или в детском саду. Дальше это какие-то ответы родителям, может быть, не очень приятные для самих родителей. Это капризничать, когда ребёнок начинает капризничать и так далее и тому подобное. Родители это начинают воспринимать тоже определённым образом, не всегда понимая, за счёт чего это происходит. Вот уже и конфликт внутри семьи родился. Это давление всегда, на ребёнка всегда давление с двух сторон. И очень часто конфликтные ситуации в семье, потому что редко, когда оба родителя готовы согласиться с тем, что нагрузку нужно снять. Бывает так, что мама уже понимает, а папа считает, нет. Вот нужна спортивная школа, нужна музыкальная школа, нужно ещё что-то. Бывает, папа готов, а не готова мама. Это очень серьёзная вещь. Вот когда мы консультируем детей, то чаще всего проблемы детей – это проблемы родителей, проблемы недостаточного согласования действий, системы требований. А это всё вызывает… Это внутри семьи. Внутри семьи. Это если два родителя. Да. И даже если это два родителя, ещё примешиваются возможные конфликты между двумя родителями, которые также выливаются во что-то. Вы знаете, мы много лет упускали ситуацию, как фактор риска нарушения здоровья ребёнка, ситуацию в семье. А оказалось, что наиболее сильный фактор риска не полная семья, как всегда считалось, не семья, где такая социальная, а семья с депрессией у родителей. Это могут быть очень успешные родители. У них может быть высокий социальный ценз, высокий образовательный ценз, но депрессия. И всё. И тогда ребёнку некомфортно. Ребёнку очень тяжело в такой семье. Как правило, в такой семье несогласованные требования к ребёнку. Что уже в этой ситуации делать у ребёнка-то? Ребёнок уходит в болезнь. У него единственный выход. Привлекая внимание своей собственной персоне. Либо неврозоподобное расстройство, и тогда весь комплекс. И очень часто, ну, совсем нередко, и неврозы, причём тяжелейшие, это психосоматика, причём очень резко выраженная. Ну и различные заболевания, которые возникают в результате невротизации и так далее. Скажите, пожалуйста, мы остановились с вами на том, что дети могут уйти в болезнь. Вот эта фраза, что это означает? Ну, во-первых, а мы это очень хорошо видим, в ситуации неадекватных требований к ребёнку, повышенных нагрузок, нарушения режима, возникают хронические заболевания, и либо ребёнок начинает часто болеть. Родители это видят, они это отмечают, но никак не связывают это с нагрузкой. Они говорят о том, что новый коллектив, новые дети, там открыты форточки, плохо смотрят и так далее. А на самом деле дело не в этом. Дело в том, что организм ребёнка не справляется с ситуацией. Но бывают же и такие ситуации, когда ребёнок просто-напросто вынужден привлекать, и он этим пользуется. Ну, вы знаете, можно, конечно, считать, что вот это психологическое желание ребёнка привлечь к себе внимание приводит к болезни. В конечном итоге. На самом деле система неадекватных требований, я об этом, наверное, ещё не один расскажу, создаёт ситуацию хронического стресса. И один из главных факторов и очень сильных факторов, стрессорных факторов, это ситуация ограничения времени, цепнот, в котором живут дети. А те дети, о которых мы с вами говорим, дети, у которых драм-кружок-кружок по фото, у них настолько всё расписано. Я вчера увидела в интернете такое расписание жизни нескольких детей у многодетной мамы. И её спрашивают, а что показано оранжевым цветом? Непонятно. И мама отвечает, а оранжевым цветом показано время на еду, мытьё, питьё и дорогу. Оказывается, это съедает очень много времени. То есть тогда, когда мама составила это расписание, она поняла, что это время необходимо как-то учесть. А вот по нашим наблюдениям на еду ребёнка оставляют 5-7 минут. Как у ребёнка в 5-7 минут. А потом родители говорят, он плохо ест, он не любит есть, у него плохой аппетит, у него просто нет этого времени. Я не говорю о том, что у ребёнка нет достаточного времени на гигиенические процедуры. Он должен быстро встать, быстро одеться, быстро есть, быстро идти. Как в армии? Как в армии. Хотел, родители хотят. Кстати, вот вы сказали, как в армии, это очень интересно. Мы анализировали речь родителей во взаимодействии с ребёнком. И оказалось, что родители говорят глаголами. Отрывистое, чётко, чётко. Сядь, подойди ко мне. Да, команда. И с тоном определённым. Да, команда, которая должна выполняться беспрекословно и немедленно. И мне каждый раз приходится объяснять родителям, что ребёнок до 8-9 лет вообще немедленно включиться не может. Ну просто он не может, потому что у него физиологически не может. Ему необходимо время для того, чтобы осознать вот эту команду. До какого возраста? До 8-9 лет. Что происходит с ребёнком, если ему сказали, подойди? Он не подошёл. Мы сказали, подойди. Уже, естественно, мама. Она и так там на 150 раз. Он не подошёл. Дальше мама начинает кричать. Не кричать, а орать. В следующий раз до момента, пока мама не начинает орать, ребёнок её не слышит. То есть он просто, у него блокируется? Да. Можно кричать как угодно. И обычно меня спрашивают, а что делать? Вот уже кричим. Уже вечером, когда нужно садиться ужинать, и мы требуем, чтобы немедленно убрал игрушки, прекратил игру, и игра не прекращается, игрушки не убираются, и всё заканчивается криком и слезами, на понижение. Предупреждать ребёнка за какое-то время. Точно так же, как любого ребёнка, любого возраста, нельзя будить криком «Вставай!» Опаздываем. Всегда нужно дать время подойти, погладить, сказать там «Солнышко, деточка», всё зависит от того, как вы общаетесь с ребёнком. Сказать, нам через 15 минут нужно вставать. Одна мама мне сказала, «Ну, я сама вскакиваю». Пришлось маме объяснять, что это ваши проблемы. И вам желательно тоже было бы не вскакивать. Чтобы кто-нибудь, да. Чтобы вас тоже приучили. И вот так ребёнок, вот такая у него жизнь. Плюс ещё это школы. Хорошо, ладно, даже если это не дошкольники, а школьники. Но, кстати, и в дошкольниках ведь тоже огромная нагрузка. Огромка? Коллективная нагрузка. Даже раньше я никогда не слышала, что можно петь в 4 года начинать. А многие, во-первых, есть коллективы, есть разные студии, которые в 4 года начинают петь. Там 5-6, это уже такие великовозрастные. Но у них же ещё не сформированы. Не сформирован голосовой аппарат. И редко даже сами педагоги, которые преподают детям, знают, что до 12 лет голосовые складки ещё не сформированы. Да, они существуют, но они до конца не сформированы. И существуют. Раньше в СССР существовали чёткие совершенно критерии взятия для абитуриентов, взятия на соответствующие вузы музыкальные для вокальных отделений. Это 18 для девочек и 21 для мальчиков. Даже если мы предположим, что мальчики должны были пойти в армию, и тем не менее это связано, ни с чем иным, как с ростом голосового аппарата. Вообще гортань растёт до 25 лет. Окончательно уже как бы дозревает. Это действительно информация, какая-то вот тайна за семи печатями. Почему-то я не знаю. Это тайна для вокальных педагогов. Несмотря на то, что вроде как, ну и сейчас достаточно много литературы, я масса всегда преподавала, очень много читала на эту тему. Но даже ситуация, когда ребёнок с изменённым голосом в ходе пубертатного периода, она также у вокального педагога вызывает какое-то, ну где-то может быть неприятие, скажем, назовём это так. То есть лично я сталкиваюсь с несколькими неясными мне ситуациями, противоречащими нормальному росту ребёнка. Первое – это раннее, крайне раннее пение. Или, допустим, театр. Ну, преимущественно пение. Это вот 4-5 лет. Даже в 6 или в 7, или даже в 8 не всегда ребёнку можно давать заниматься пением. Хотя бы просто потому, что каждый ребёнок… Ведь это разные могут быть беременности. Да и вообще ни один ребёнок не растёт так же, как… Да, он же может быть и мальчиком, который только-только начал говорить, а мы уже начинаем его обучать всё-таки пению. Пение – это более высокая история, нежели просто речевой голос. Звуки ещё в 5-6 лет не поставлены. У кого-то они… До 60% детей имеют сегодня нарушение речевого развития. Мы работаем с этими детями. О чём мы с вами говорим? Но при этом есть уже английский язык. Как правило, есть английский язык. Правила нет ни английского, ни родного. Есть занятия английским языком. Занятия английским языком. Я всегда интересуюсь у таких родителей. Ну, все это родители. Это редко когда… Я вот не отдавала свою дочь. А в основном это дети, которые подготавливаются к школе. У меня всегда вопрос – зачем? Ну, у меня точно такой же вопрос. Потому что… У нас сейчас кощунственные какие-то вопросы. Это не даёт никакого эффекта в развитии ни одного языка. Больше того, нарушает развитие родной речи. И если ребёнок не билингва… Очень часто путают. Говорят, ну вот в Швейцарии. Там два языка, дети растут. Там бывает папа француз, мама немка. Говорят на двух языках. Много смешанных семей сегодня. И у нас много смешанных семей, где говорят на двух языках в семье, где папа говорит на одном языке, мама говорит на другом языке. У меня такой внук, правнук растёт. И, как правило, у билинговов формируется сразу два языка. Но чаще эти дети начинают говорить позже. У них есть период такой интерференции языков, когда они из каждого языка берут самое простое или частотное, более повторяющееся слово. И вот очень интересный эффект. Это я отметила на своём правнуке. Игрушка, которую купил папа, называется на языке папы. Игрушка, которую купила мама. Вернее, то, как назвали эту игрушку в первый раз. И это очень интересно. Вот это уже осознание, что есть разделение языков. А вот следующий этап – это этап интерференции языков. Но считается, что у них просто по-другому идёт формирование речи. Потому что у них и мозг по-другому формируется. Вот это, кстати, такая тайна за семью печатями, как вообще формируется язык. Считается, что есть конструкты, мозг имеет конструкты для любого языка. И, кстати, вы, наверное, это знаете. Когда рождается ребёнок, он различает звуки любого языка. Но через шесть месяцев вот эта способность различать звуки любого языка пропадает. И он различает только звуки того языка или тех языков, которые ребёнок слышит. Это очень… Отбрасывается ненужно. Ну, дело в том, что мозг и вообще организм должен существовать экономно. А вот это неэкономное функционирование на самом деле сворачивается. Потому что организм не может себе позволить всё и сразу. Но фактически мы своих детей в настоящий момент именно приводим к неэкономному функционированию. Причём, с одной стороны, это действительно физическое неэкономное функционирование. При зачастую отсутствующей релаксации, при зачастую отсутствующем восстановлении, которое прежде всего должно проявляться в полноценном сне. И отдыхе. И отдыхе. Отдыхе со всех точек зрения. Да. Плюс ещё, конечно, эксплуатация его психологических, его эмоционального фона. Вот это очень важно, то, о чём вы сказали. Потому что эмоциональное подстёгивание – это то, что сопровождает сегодня наших детей. И я очень часто говорю родителям, поймите, даже положительные эмоции утомляют. И в качестве примера привожу подряд 3-4 ёлки, после чего ребёнок болеет. Это не столько от того, что там было много детей и инфекция. Это переизбыток эмоций, с которыми ребёнок не справляется. А вот сейчас у нас уже время ёлки. Уже всё началось. Да, ёлки начинаются. Наверное, это, кстати. Надо подумать об этом. Есть действительно же родители, бабушки, которые – это ёлка, это ёлка, это ёлка. Ну, театр, театр. Нужен театр? Нужен. Но нельзя чрезмерно. Ничего ребёнок не выносит, когда чересчур. И вот этот баланс того, что хочет ребёнок, что хочет взрослый, он должен соблюдаться. Родители ведь очень редко спрашивают ребёнка. Ну, я хочу сказать, что мамы моих пациентов чётко совершенно дают. Ну, как же так? Почему же? Почему мы эти разговоры затеваем? Ведь я преимущественно сталкиваюсь уже с сформировавшейся патологией голосового аппарата, в том числе и органической. И, естественно, здесь стоит вопрос о прекращении пения, но хотя бы на период лечения. Это очень болезненная тема. Это естественно, потому что мало того, что поставили какой-то неприятный диагноз. Надо проходить это лечение, так ещё и не петь. А мы же к этому шли. А как же конкурс? И всегда встаёт вопрос какого-то конкурса, какого-то концерта, какого-то соревнования. И если в спорте, в общем-то, это достаточно всё просто. Есть секундомер, тебя никто не оценивает, ну, если это не фигурное катание, где также личностный фактор присутствует. А если речь идёт о конкурсах, естественно, на первом месте нет секундомера, есть люди. И вопросы такого огромного использования вот этих конкурсов, вот этих всех соревнований внутри искусства, они, на мой взгляд, стоят сейчас очень остро и крайне редко затрагиваются. И крайне редко затрагиваются вопросы того, насколько, в принципе, ребёнка необходимо толкать в это. Точно не толкать, потому что мы уже несколько раз за время нашего разговора говорили о хроническом стрессе, а любое соревнование, любой конкурс, любое выступление – это стрессовая ситуация. Чем позже, тем лучше, тем больше у ребёнка будет сил перенести. Они ведь рыдают, и вы, наверное, это видели. Ох, да. Да. Они приходят в себя потом очень долго, если приходят в себя. Во всяком случае, ну, я не могу это расценить иначе, как такую эксплуатацию детского, возможно, интереса, желания. Возможно, какой-то потребности и даже склонности. Даже у ребёнка могут быть какие-то задатки, которые нужно развивать. Но, на мой взгляд, это нужно делать по-другому. Нельзя двухлетнего ребёнка выводить на сцену, особенно когда он рыдает. Нельзя устраивать соревнования для, там, семилетних детей в скорости решения каких-то математических задач. Это пагубно сказывается на психическом и физическом развитии. Родители часто говорят, ну, он тогда ничего не достигнет. Вот это нужно для… Это тот самый успех, который мы начинаем считывать. Да, да, для его будущего. Моё главное возражение – задёрганный невротик. В будущем. В будущем не нужен ни самому себе, ни окружающим. И в реале он действительно чего-то может добиться. Ну и потом история вундеркиндов это очень хорошо показывает. Это известная вещь. То, как они ломаются, как быстро они ломаются. Как им психологически и физически сложно жить потом, понять себя, найти себя и так далее. Вы затронули вопрос выходящих на сцену детей, как они уходят потом со сцены. Вот имея опыт работы с такими детьми, я могу сказать, что удивительно, мне кажется, что вот как это невозможно замечать, что ребёнок находится в глубочайшем стрессе в этот момент, когда его постигла неудача какая-то. Его не выбрали или, допустим, что-то ему сказали, не выиграл, ему какое-то слово. Сказали, он это слово именно таким образом воспринял. Ребёнок начинает, пусть в колуарах, рыдать. И я могу сказать, что я разные ситуации видела и разные рыдания. И однажды меня потрясла фраза мальчика, которому, в общем-то, уже взрослый, 11, может быть, 12 лет, ну, образно взрослый. Пубертат. Предпубертат, предмутационный возраст. И который рыдал, говорил, мамочка, что же я дальше буду делать? Он спрашивал свою мамочку. Он говорит, ну как же, мы дальше, ну будем мы дальше учиться петь, мы будем дальше идти. И Бог даст, что-нибудь получится. Он сказал, как же я буду жить дальше, сказал этот ребёнок. И даже не эта фраза, а вот эта интонация. Как же я буду дальше жить, сказал ребёнок, у которого в этот момент всё закончилось. Вы знаете, у меня всё оборвалось просто внутри. Я подумала, боже мой, какой же это ужас. Как же невольно дети становятся заложниками той ситуации, когда родители, ведь не ребёнок сам приходит, это же невозможно. Хотя родители, многие мамочки рассказывают о том, что ребёнок сам, ребёнок сам. Ну, мне кажется, что если ребёнку давать слушать какую-то определённую музыку и формировать в ребёнке желание обучаться ласково и нежно, потому что то же самое пение всё-таки не начинается, музыка не начинается с пения. Музыка начинается всё-таки с альфеджио и с обучения игры на фортепиано, которую, кстати, очень редко можно сейчас встретить действительно в поющих детях. То есть они не занимаются музыкой? Они занимаются, ну то есть они занимаются, некоторые вообще не занимаются, заканчивают заниматься. Конечно, есть дети, которые и так, и так, и так, но представляете, сколько это должно отнимать времени для того, чтобы играть плюс с альфеджио, плюс теория музыки, плюс пение в хоре, пение на индивидуальном вокале. Сколько ребёнок должен это делать, если это всё два раза в неделю? Ну, хорошо, ладно, а с альфеджио один раз. Поэтому, ну очень часто, кстати, это и раньше было в советские времена, что среди всех музыкантов певцы никогда, может быть, не были такими серьёзно образованными. Бытовало такое такое мнение. Да, в среде вообще всей музыкальной среды. Но сейчас, мне кажется, это очень актуально, потому что основные вещи должны закладываться. Ведь высокая математика, она не начинается, она начинается с арифметики, а не вот с этого. Слушайте, ну мы с вами вообще планировали говорить о том, как приступать, когда приступать, а мы даже к обучению, а мы даже не приступили с вами, в общем, к этому вопросу, потому что на подходе к процессу поднимания этого вопроса состоят столько нерешённых, в принципе, вопросов, связанных с социумом ребёнка, с соотношением его родителей между друг другом, с отношением его родителей к самому ребёнку, вообще к пониманию родителям роли себя как родителей, мне кажется. Ну и дело в том, что это и ситуация в обществе, это всегда такая социокультурная ситуация развития ребёнка, она очень влияет на развитие ребёнка. И если все средства массовой информации показывают одного якобы одарённого, другого, третьего, пятого, один стихи читает, другой песни поёт, третий танцует, четвёртый. Вот когда я вижу в большом количестве всех этих передач, 9-12-летнего ребёнка или девочку 11-летнюю, которая играет на виолончели так, как должна играть 11-летняя девочка, это приятно. А когда я вижу рыдающего трёхлетнего, который не очень понимает вообще, что происходит, да, и сидит, как сказала героиня одной из программ, который вы мне, отрывок из которой вы мне прислали, сидит этот идиотский дядя с ужимками, и она не понимает ситуацию, которая происходит. Смысл? Да, ребёнок рассказывает стихотворение. Все дети к трём годам рассказывают стихотворение, есть ли у них нормально развитая речь, если им читают книжки, и они рассказывают, действительно, они выучивают наизусть, потому что родители им читают одну и ту же сказку или одно и то же стихотворение сто раз. И я всегда объясняю, почему сто раз. Потому что когда родители садятся читать, то читают минут 10-15, ну кто-то хочет полчаса, но внимание ребёнка очень короткое. Это минута полторы-две, вот в три-четыре года. Потом это будет, может быть, три-пять, но это время растёт постепенно. И когда он слушает сказку или стихотворение, у него вот этот период внимания приходится на какой-то кусочек, и это пазл. И читают второй раз, пазл не складывается, потом третий пазл тоже не складывается. И только на двадцатый раз, когда он практически выучил наизусть, потому что механически заучивает, а ему надо смыслово понять этот пазл. Поэтому лучше читать коротко, а потом разбирать, рассказывать, задавать вопросы. Обсуждать. Обсуждать. К сожалению, на что у нас нет времени. К сожалению, передача подходит совсем уже подошла к концу. Нас сегодня посмотрело очень-очень много людей. Я поняла, что это, безусловно, интереснейший, актуальнейший вопрос для многих. Я думаю, что не только родителей, но и бабушек, и дедушек. И я вам благодарна. И не исключено, что мы с вами встретимся ещё раз. Во всяком случае, я хотела бы, для того, чтобы мы продолжили всё-таки нашу с вами беседу, мне было тоже приятно. Вы бы порекомендовали что-то нашим родителям, для того, чтобы жизнь их и их детей была более гармоничной. Сегодня и завтра. Спасибо. Всего доброго. До встречи в следующую субботу. С вами была Школа Здорового Голоса Екатерина Осипенко. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok